Итак, друзья, участие в программе Ксении Собчак позади. Оно было непростым. Я зашел в павильон в 5 часов утра по красноярскому времени. В это время неплохо бы и спать. На этот момент я без сна нахожусь около 40 часов, но попытаюсь подвести итог. Общее впечатление на федеральных каналах идет очерняющая кампания в отношении Виссариона и Церкви Последнего Завета. Журналисты, средства массовой информации даже не пытаются показать объективную картину. Находят 10-20 людей, кто высказывают критические замечания в адрес общины, рассказывают какие-то часто небылицы, где-то сфабрикованные даже данные демонстрируют, как оружейный склад Уиссариона. Доказано уже, что Следственный комитет и ФСБ, по сути, показали арсенал жителя Черемшанки, который вообще живет, по-моему, в 20-30 километрах от обители Рассвета, но показали, как будто бы этот арсенал принадлежит Виссариону. То есть необходимо показать на всю страну, что это секта, что Виссарион — это тоталитарный лидер этой секты, злодей, которого необходимо посадить, как его окружение, ну а саму секту лишить в Минюсте ее статуса религиозной организации, ликвидировать, а людей стало быть еще бы лучше разогнать. Вообще, никто совершенно из СМИ федеральных не смотрит на экономическую подоплеку, а она тоже есть. Есть конфликт интересов. Первый — он связан с вырубкой леса, со строительством срубов бань. На юге Красноярского края, помимо общины Виссариона, этим занимается и частная компания под руководством двух бизнесменов — Богомолова и Белова. Они работают на Федеральную службу охраны, то есть на ФСО. И по заказу правительства России строят бани, строят срубы, строят терема и направляют даже письма в администрацию района, в частности в Курагинскую администрацию, чтобы им все цело благоприятствовали. Естественно, что виссарионовцы с их понятиями и о том, как мастерить, как хозяйничать, как вырубать лес, как вести дела, они мешают, и их необходимо убрать. И это первая сторона. Вторая — это строительство дороги от Аксусского месторождения до станции Журавлева в Курагинском районе. Эта дорога по проекту должна проходить вдоль реки Козыр. Тоже это совсем рядом с городом Солнце, буквально в 20 километрах. И, соответственно, за этой компанией горно-рудной стоит компания «Интергео», чей учредитель Михаил Пурохоров, а директор, экс-губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. И, соответственно, вот еще один интересант, с кем не могут договориться. И на фоне экологической проблемы, на фоне разрешения вот этих вот конфликтов, я не исключаю, что из Москвы дано указание генералами МВД, ФСБ, представителями Следственного комитета разобраться с общиной, разобраться с Виссарионом, убрать их с арены, чтобы они не мешали заниматься бизнесом, не мешали зарабатывать деньги. Поэтому говорить о том, что община вдруг кому-то резко помешала, те обвинения, которые адресуют в адрес Виссариона, в адрес его окружения, можно спокойно адресовать практически всем лидерам общин. И даже не только каких-то небольших религиозных объединений, но и русской православной церкви, но и мусульман. То есть это такой прецедент, когда схватили одного лидера, и могут после этого хватать всех. Но очевидно, что, естественно, это заказ конкретный, и не будет, видимо, такой волны. Точечно уберут того, кто не угоден. Это YouTube-канал Красньюз, я журналист Дмитрий Полушин. Подумайте об этом, поделитесь, напишите свои комментарии, подпишитесь на наш телеграм-канал, на мой инстаграм. Все в описании видео. Всего вам доброго. До свидания.